Проект «Бизнес-план» поинтересовался у украинцев, какие отечественные бренды-косметики они знают. Да, но это лишь несколько торговых марок. А еще… Сегодня в проекте «Бизнес-план» вы узнаете, на каком сырье создается украинская косметика, кто в нашей стране может смело конкурировать с европейскими торговыми марками, и кому из отечественных производителей удалось превзойти годовую выручку всемирно известной компании, выпускающей косметику уже более 150 лет. Обо всем этом прямо сейчас в трех историях о трех косметических брендах. Мировой рынок косметики разделен между семи транснациональными корпорациями. Как пишет «Бизнес-инсайдер», именно им принадлежат все известные бренды. В денежном эквиваленте этот рынок составляет 203 миллиарда долларов. За последний год он вырос почти на 4%. Причем две трети этого прироста обеспечили Индия, Турция и Южная Африка. Несмотря на экономический кризис и снижение покупательской способности, рынок косметики и парфюмерии в Украине тоже демонстрирует положительную динамику. Можно выделить несколько крупных лидеров – это и компания «Эльфа», и «Биокон», которые достаточно активно продвигают и представляют свою продукцию, в первую очередь в среднем и низком ценовом сегменте. С каждым годом на полках отечественных магазинов и супермаркетов появляется все больше косметических средств «Мэйд ин Юкрейн». Тут представлена косметика украинского выработника, профессийная. Но товары зарубежных производителей все еще преобладают на отечественном рынке. А их доля составляет около 85%. Лидирующие позиции занимают европейские и американские компании. Основными преимуществами иностранных брендов, крупных брендов является структурированная крупная маркетинговая и рекламная поддержка выводимых товаров. И второй момент – это инновационная продукция, так как крупнейшие производители мировые имеют лаборатории для разработки новых инновационных продуктов. Сегодня из-за отсутствия финансирования применять такие методы инновационного развития могут далеко не все украинские игроки рынка. Поэтому мы задались вопросом, а пользуются ли украинцы отечественной косметикой? Не пользуюсь по одной причине. То, что я видела, это было в интернете, заказывать не очень удобно, в магазинах не вижу. Очень много импортной косметики. Моритка. Я бы пробовала шампунь. Если она была бы хорошего качества, думаю, над этим никто и особо не работает. Так, растусь. Растусь. Ну, если были бы хорошие отзывы, то вполне возможно. Так, дозвучайно корыстуюсь. В нынешней экономической ситуации население сократило расходы на данную группу товаров и в большей мере все же выбирает бюджетные отечественные аналоги. Положительный момент для украинских производителей, которые могут воспользоваться ситуацией и нарастить свою долю рынка, как импортозамещающая продукцию. Когда мы уходили на производство косметики, и очень долго, отечественные, очень плохо воспринимали женщины, было недоверие. Ну, все производители Украины это ломали, это долгий период, там, фактически, вот, 15 лет. Мы дошли до такого пути, что доверяет уже отечественному производителю, что мы можем делать хороший продукт. Знакомьтесь, это Вадим Герасченко, генеральный директор фармацевтического научно-исследовательского центра «Альянс красоты». Этот центр входит в группу самых крупных производителей косметической продукции в Украине и насчитывает в своем ассортименте 17 собственных торговых марок. Мы выпускаем на производстве более 1000 номинований. Из них мы 500 номинований выпускаем, это по заказу контрактников. Объем производства компаний растет с завидными темпами. Когда производство мы открыли, мы выпускали там 100-120 тысяч штук позиций в месяц. То сейчас в месяц там выпускаем 2 миллиона единиц. Вот как бы можно посчитать. Из них там половина это наших заказчиков. И это далеко не все достижения предприятия. Мы первые в Украине выпустили органическую бытовую химию, органик контрол. Никто еще не выпустил. Сегодня «Альянс красоты» может похвастаться мощнейшими ресурсами. Это прежде всего 300 специалистов, собственное производство косметических средств, научно-исследовательская и микробиологическая лаборатории, а также дистрибьюторская сеть по всей Украине. Мы очень много достигли в плане, что никогда не прекращали финансирование о каких-то научных разработках. Мы технологов везде обучаем. Мы свою техническую базу совершенствуем. Свой бизнес Вадим начинал вместе с супругой еще в далеких 90-х. Тогда они занимались импортом косметики. Это была косметика израильская, Мертвого моря. Потом, когда в 98-м произошел кризис, эта продукция стала невостребована из-за ее цены, стоимости. Обратили внимание на более низкий уровень цен. Это в тот момент присутствовала белорусская продукция. Мы как бы поняли, что неинтересно, будем так говорить, продвигать других каких-то производителей, когда, по сути, мы уже знаем этот рынок. Ну а в 2000-м Вадим решил создать свой собственный продукт. Стартанули мы в 2000-м году с 8 видов шампуня, с 8 видов бальзамов для волос. На самом деле было очень сложно, и мы фактически все начинали поднимать с нуля. На тот момент вся продукция компании выпускалась на контрактной основе под знаком Private Label. А уже 4 года спустя... Когда мы уже нарастили объемы продаж и объемы производства, что мы посмотрели, что можем уже фактически за счет тех денег, которые мы отдавали производителям, мы можем эти деньги дифференцировать в свое производство и, будем так говорить, платить за зарплату и за аренды. Тогда мы приняли решение строить свое производство. Это село Синяк Выжгородского района Киевской области. Когда-то здесь располагался консервный цех, построенный почти 50 лет назад. От него ничего не осталось, потому что мы его полностью фактически снесли, и 3 года мы его приводили в порядок. И уже в 2007-м на его месте выросли производственные мощности компании, занимающие 8 тысяч квадратных метров. При этом выпуск уже имевшейся продукции не замораживался, а все заработанные от продаж деньги аккумулировались в строительство. Для того, чтобы заказать оборудование, завести его, поставить, содержать штат, который в это время все строил, разрабатывал, рецептуры регистрировали уже на себя. Виктория – главный технолог компании на производстве с самого первого дня. Это стенды эталонных образцов уже готового продукта. Попадет он в таком виде в магазин. Сейчас мы пройдем через Санкт-Постник, обязательно обработаем руки. Мы сразу попадаем на склад сырья. В данном случае здесь представлено все импортное сырье. Вот у нас загуститель, допустим, это Акзонобель, Соединенные Штаты Америки. Клориан компания – это Германия. Это Бельгия. Тоже Бельгия. Здесь Германия. Из украинского сырья используется только вода, для очищения которой на предприятии построили целую станцию. А также… Только экстракты. Только экстракты. Это вытяжка растений из лекарственных трав. Производитель города Винница. Доступная цена, хорошее качество, и это позволяет делать даже экономические продукты, потому что импортные виды экстрактов пока попадают сюда в десятки раз дороже. Хотелось бы видеть перспективу развития, чтобы у нас как бы кто-то занялся этой отраслью. А тем временем из склада отобранные компоненты попадают на участок приготовления. Где именно, собственно, производится вся наша продукция? Как говорится, не посредством волшебства, а хороших, надежных и профессиональных рук. Примечательно, что в цеху работают только мужчины. На каждом реакторе закреплен аппаратчик. Мы стоим сейчас возле кремового реактора. Вот здесь плавитель жировых компонентов. Сюда загружается масло, воска, эмульгаторы. Все это сплавляется, соединяется с водными компонентами, и получается крема. Для обеспечения безопасности выпускаемой продукции на заводе внедрена специальная система контроля. Лаборант отбирает пробу, мониторит, то есть проверяет надлежащее качество приготовления. И уже когда продукт готов, лаборатория подтверждает, что качество надлежащее, потому что сравнение идет с эталонным образцом. Позднее посмотрим, каким. И только после этого дается разрешение на сливы, изделие сливается в чистую емкость и отстаивается 24 часа. После этого еще раз берется анализ. И только потом косметическое средство отправляется в фасовочный цех. Затем продукция упаковывается в ящики и передается на склад, где берется уже третий, завершающий анализ контроля качества. В обязательном порядке каждая пятая бутылочка проверяется на соответствии веса. Тестировать каждое косметическое средство на всех этапах производства компания может благодаря наличию собственных лабораторий. Сегодня Альянс Красоты производит продукцию и по заказу других компаний и торговых сетей под их собственными торговыми марками. Дают они нам задачи. Иногда это прототип какого-то изделия. Мы должны воссоздать максимально похожие изделия, но при этом они, конечно, дают абсолютно свои показатели по содержанию активных веществ. Мы данную формулу закрепляем за этим заказчиком и уже другому заказчику данная формула не попадает. Прежде чем попасть на полку в магазины, вся продукция в обязательном порядке должна получить санитарно-гигиеническое заключение. Мы формируем пакет документов и передаем в госучреждения, госинституты, где проводятся исследования. Там смотрят на рецептуры, на компоненты, которые входят в рецептуру, сверяют, не являются ли данные элементы вредными для окружающей среды. И уже на основе этого формируют протокол с отчетом, который передается в госслужбу на утверждение самого гигиенического заключения. В строительство своего предприятия Вадим вложил 350 тысяч долларов. Мы пришли заложить все, что было, и мы кредитовались, и взяли эту производственную площадку в кредит на 5 лет. Ну, в основном, все кредиты брали это в основном только на строительство, расширение бизнеса, на приобретение оборудования. Мы никогда не брали под оборотные средства, потому что, ну, опять же, это риск. Кроме того, чтобы избежать рисков, предприниматель советует. Надо рассчитывать, конечно, свои бизнес, какие-то возможности, чтобы твой кредит не занимал, там, мое мнение, процентов 20-30 от твоих всех возможностей финансовых. А не так, что у тебя там есть 100 рублей, я на 100 рублей еще взял кредит. Это риск, конечно, в этом. Для продвижения своего бренда компания использует соцсети и медийную рекламу. Но все-таки самым эффективным способом бизнесмен считает... Непосредственно работа промоутера, общение с потребителем в точке продаж. Это, конечно, сложно сделать по всей Украине, там, да, везде расставить своих промоутеров. Но если потребитель уже делает первую какую-то покупку, и он попробовал, и есть доверие, то он уже привязывается к этой марке, он потом ее будет искать. Но, по словам Вадима, настоящий успех принесут только бизнес-стратегии, умноженные на веру в свое дело. Наверное, тогда я был единственным, кто верил, что мы сможем достичь такого уровня, даже тогда и не думал. Вот, он уже в процессе проходит. Главное, чтобы в любой идее, наверное, не было такой жажды на живые денег. Чтобы была цель, вот пусть этой цели нужно достигать, а сам результат будет, конечно же, благодарен деньгами, премией, которую он за свой труд получит. Сегодня годовой оборот Альянса Красоты составляет 10 миллионов долларов. Что на миллион превышает выручку латвийской компании «Дзинтерс», крупнейшего производителя парфюмерии и косметики в странах Северной Европы. И это при том, что «Дзинтерс» – старейшее в мире предприятие, которое выпускает духи, помады и биокосметику уже 168 лет. Эта компания успешно развивается и по сей день. В настоящее время здесь работает 330 человек. В советское время косметика «Дзинтерс» была невероятно популярна. Купить знаменитые духи «Кристина» или «Опера» было непросто. Вот так выглядело производство в далеком 1983-м. А здесь варится масса для губной помады «Шарм» номер 15. А вот так выглядит предприятие сегодня. При этом «Дзинтерс» производит косметику не только под собственным брендом, но и на заказ для многих известных европейских и мировых брендов. Фирмы мы делаем private label, то есть под их, но разработки все наши. И с каждым просто, я бы сказал, месяцем все больше и больше заказов. Имена заказчиков глава компании не называет. Коммерческая тайна. Главная составляющая производства – вот эта лаборатория, предмет гордости компании. В разработке новых продуктов обязательно участвуют врачи – терматолог, офтальмолог, токсиколог. Параллельно с ними работают парфюмеры, химики, микробиологи и дизайнеры. Только после тестирования продукты попадают на полки магазинов. На данный момент «Дзинтерс» экспортируют в страны СНГ. Это наши такие традиционные рынки. И мы, конечно, сейчас стараемся переориентироваться и уже какие-то последние 3-4 года этим занимаемся на азиатский рынок. В частности, у нас подписан договор с Китаем. Вот. И практически подписан договор с Японией. Состав продуктов для каждого региона отличается. Производитель должен учитывать особенности кожи, характерные, например, северным или южным странам. Допустим, в арабских странах там жара, темная кожа, поэтому для них более осветление. Для нас осветление – это не так актуально, но все же сейчас такой тренд пошел на осветление, поэтому и в наши продукты, те, которые шли в арабские страны, сейчас и на местный рынок мы так же вставляем. Недавно «Дзинтерс» выпустил новую серию продуктов для ухода за кожей на основе экстракта улитки, черной икры и растительных стволовых клеток. Компании называют это собственным ноу-хау. Новая серия позволила бренду выйти на рынок косметики премиум-класса. Правда, пока неизвестно, каков будет спрос на серию. Продажи новой линии косметики только начались. Знакомьтесь, это Ярослав Прадьско, владелец и основатель компании «Пьель Косметикс», которая занимается производством профессиональных косметических средств на основе низкомолекулярной гиалуроновой кислоты и наносеребра. Мы преследуем цель того, что создать здесь бренд, который проживет не один год, не одно десятилетие. Лет через 50 о нем будут говорить, как о большой торговой марке, которая начиналась 50 лет назад и до сих пор. И сейчас она является представителем мировой косметики. Сегодня в арсенале компании 100 наименований продукции. Сейчас где-то порядка, наверное, 2000-3000 единиц в месяц продаем. Домашний ассортимент для домашнего ухода, часть – это ассортимент для использования в профессиональном уходе. Кстати, значительно укрепить свои позиции компания смогла благодаря экономическому кризису в стране. Большинство импортных торговых марок было вынуждено поднять цены в три раза как минимум, для того, чтобы удержаться на плыву, потому что вся продукция, которую они реализовывают в Украине, она все-таки производится в основном в Европе или в Соединенных Штатах, там, где другая валюта. Мы поднимали цену незначительно, поэтому сейчас мы остаемся все-таки такой палочкой в ручалочке для многих косметологов. Ну а сама задумка создавать косметические средства, как и все гениальные идеи, родилась спонтанно. Один раз просто я увидел термальную воду импортного производителя, задал себе вопрос, почему бы не производить более качественный продукт, возможно ли это производить в Украине. Воплотить замысел в жизнь Ярославу помогли друзья. Денис Мардаль, который мой близкий друг, и Анастасия Макова, она была моей едной курсницей, ну вот, ну как бы мы продолжали, продолжаем дружить сейчас. Первое, за что взялись начинающие предприниматели, это поиск технологов, которые смогли бы разработать рецептуру и создать продукт. Вот, поэтому, да, у нас не было образования, но вот, как бы, идея была вот такая вот, да, я вспомнил, там, например, про серебро, вот, которое сейчас очень популярно как в медицине, так и в косметологии, вот, а Настя, я как сейчас помню, она вспомнила про гиороновую кислоту. И в итоге уже через 9 месяцев была выпущена первая партия продукции под торговой маркой PEL COSMETICS. На тот момент у команды не было ни офиса, ни складок. Бухгалтерия, маркетинг и даже курьерская доставка ложились на плечи партнеров, а сегодня это уже третий офис компании. Если говорить о первом этапе нашего производства, то это было 6 единиц продукции, которые там в общей сложности, ну, где-то, наверное, порядка 800 штук. И нам этих 800 штук хватило, наверное, там, на полгода, если не больше. Мы на скорую руку создали, конечно же, сайт, потому что без онлайн-продвижения, без интернет-продаж никак. И приняли решение, в первую очередь, заниматься сотрудничествами с косметологами. Но сделать их своими клиентами поначалу было непросто. Если говорить о наибольшем, скажем так, возражении, которое мы встречаем в общении с косметологами, то это возражение заключается в том, что я еще не встречала украинской профессиональной косметики, и не пользовалась ей, да, поэтому есть определенные опасения. Но у Ярослава на эти опасения всегда был один весовый аргумент. Это наш состав. Мы не дешевая косметика. В составе нет тяжелых силиконов, в составе качественные консерванты, которые, в принципе, обеспечивают и безопасность продукции, и в то же время не вредят ни коже, ни организму в целом. Мария – косметолог салона красоты. Наряду с ведущими мировыми брендами здесь представлена косметика и отечественного производителя, в частности, торговая марка «Пель». Когда стал вопрос о том, что необходимо закрыть сегмент более недорогой продукции, которая позволит снизить себестоимость процедуры, стал вопрос о том, чтобы рассмотреть и украинского производителя как такового. Если же сравнить цены процедур на украинской косметике и косметике зарубежных торговых марок, то… Порядка 40% мы выигрываем, и, соответственно, выигрывает наш клиент. Кроме того, продукцию этого бренда назначают и на домашний подкрепляющий уход. На домашний уход процентов 40-50 наших клиентов уходит. И на данный момент у меня не было пока ни одного негативного отзыва, связанного конкретно с данной маркой. Если резюмировать, то первыми нашими клиентами были косметологи. И, ну, наверное, за первый год мы получили где-то порядка, это постоянных 20 клиентов среди косметологов. От работы в розницу компания отказалась практически сразу. Дело в том, что профессиональный подход – это не только косметика. Профессиональный подход – это руки мастера. Профессиональный подход – это работа менеджера, который может правильно подобрать косметику. Хорошие продажи обеспечили интернет-магазины и, конечно же, собственный сайт. В результате 40 тысяч гривен инвестиций, вложенных в проект, окупились уже через полгода после реализации первой же партии. Первая инвестиция была 40 тысяч гривен, и это было… Они были потрачены на разработку сайтов, на разработку рецептур продукции. Каждая рецептура на тот момент стоила, по-моему, полторы тысячи гривен. Производство обошлось в 18 тысяч гривен. Еще 10 понадобилось на получение гигиенического заключения и 5 на рекламу. А вскоре, завоевав доверие целевой аудитории, Ярослав, который на тот момент ввел бизнес без партнеров, занялся расширением ассортимента. Понял, что с этими шестью продуктами, которые у нас есть, очень долго придется собирать деньги на расширение ассортимента, очень долго придется каким-то образом выкарабкиваться. Меня это очень сильно расстроило, и в этом состоянии стресса на самом деле находится решение. Это такой был прыжок с обрыва, который позволил взлететь. В денежном эквиваленте такой прыжок обошелся предпринимателю в 200 тысяч гривен. На тот момент я пошел на риск, я взял кредит под залог квартиры. Ну и, собственно говоря, с этого уже начался очередной этап, очередной виток развития торговой марки. А вскоре, завоевав доверие целевой аудитории, Ярослав, который на тот момент ввел бизнес уже без партнеров, занялся расширением ассортимента. Мы стали первой украинской профессиональной линией, которая разработала полноценный ассортимент для мужского ухода. Мы пытаемся все свои усилия по популяризации мужского ухода направлять в первую очередь на женщин, которые уже, ну, обрабатывают, скажем так, своих мужчин. Одним из партнеров, которые способствуют продвижению продукции, является компания «Сабж». Это закрытая интернет-платформа для специалистов индустрии красоты, где представлено порядка 60 брендов. На сегодняшний момент бренды, которые производятся в Украине, составляют приблизительно 10% от пакета. Мы не продаем продукцию, которая не соответствует качеству. Мы не продаем продукцию, которая не сертифицирована в Украине. В настоящее время среди партнеров компании «Пьель Косметикс» порядка 200 косметологов, 10 дистрибьюторов и практически все интернет-магазины Украины. Я вот иногда читаю там какие-то вещи, когда там большие компании, они создавались из каких-то там 100 долларов и тому подобное. И мне хочется, чтобы когда-нибудь, да, и про меня писали такие истории, вот, что на самом деле где-то действительно реально, да, то есть там без каких-то миллионов инвестиций за плечами, ну, создавать что-то.